КОНЕЦ 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 С Чего все началось? На моей презентации на экране вы видите список проблем, которые стали поводом для изменений оценочного мероприятия, оценки персонала. Мы поняли, что нам нужно уже применять более современные технологии, требования к оценке. Плюс в 2021 году мы сильно масштабировались, за год мы открыли более 20 торговых точек. Основная концентрация это Московская область и самый удаленный у нас объект это Череповец. Плюс рост оптового направления, ну и естественно там вырос штат в общем-то и по всей компании. Ну и встала потребность в наращивании штата, внутренних ротаций. Позже я вам покажу, какую карьерную лестницу мы сделали. И чтобы, собственно, решить эти вопросы, эту проблематику, нам нужно было оцифровывать итоги оценки, смотреть, какие компетенции у нас есть, на каком уровне у персонала. И поэтому мы пришли к тому, что нам нужно переформатировать, проводить апгрейд оценки. Начали мы с того, что составили пять главных, определили пять главных пунктов, пять главных этапов на пути. Так, а вы видите мою презентацию? Да, мы видим презентацию на файде выхода из нашего круга. Вот, супер. Не уточнила сразу. Так, мы определили пять главных пунктов, пять этапов на пути, собственно, к нашей цели. Первое, мы прописали перечень оценочных мероприятий под разные категории персонала, так как у нас есть и опты, розницы, и бэк-офис, и логистический персонал. Написали регламенты, план, сроки, знакомили персонал, провели презентацию, рассказали о выгодах этой оценки, чтобы персоналу было не страшно из-за количества процедур, которые мы внедрили. Далее мы провели саму оценку, обработали, анализировали результаты, разработали планы мероприятий после оценки персонала. Это классический ИПР, дальше сформировали кадровый резерв по медотике 9-бокс. Возможно, кто-то знает эту методику, если кто-то не знает, я чуть позже покажу, у меня есть, например, в презентации. Далее у нас были приняты кадровые решения, ну, приписали программу обучения, пост-оценочное сопровождение и так далее. То есть это вот тезисно, по какому плану мы двигались. То есть, понятно, были подпланы, но это нам помогло сориентироваться, чтобы прийти к той цели, которую мы, в общем-то, и запланировали. Так, дальше идем. Что мы изменили? Здесь кратко расскажу. У нас до 2021 года офисный линейный персонал вообще никак не оценивался. С 2021 года мы внедрили оценку 360. Сначала она у нас была в бумажном формате, потом мы ее автоматизировали, тестирование на знания офисных программ, на знания структуры, и плюс была встреча обязательно с каждым сотрудником, это обратная связь по результатам его работы. И потом мы на основании этого составляли уже индивидуальный план развития. Для розничного персонала существовал у нас такой опрос руководителей удовлетворенности работы сотрудника. Там был минимальный набор компетенций, и плюс была олимпийская система. Что стало с 2021 года? Мы внедрили также оценку 360 градусов, мы внедрили тестирование на знания продукта, техники продаж, разработали с IT-отделом тест по 1С, по структуре, и олимпийская система. Мы ее сохранили в оценочных мероприятиях, потому что это отчет, который мы можем отслеживать и в течение года, но в конце мы смотрим, что туда входит. Это рейтинг торговых точек среди всех торговых точек нашей розницы, это рейтинг продавца среди всех продавцов розницы по следующим критериям. Первое – это среднее выполнение плана продаж по году, это оборачиваемость на полке, у нас есть стандарт 60 дней, об этом знает каждый продавец, и поэтому это входит в олимпийскую систему, и рентабельность торговой точки. Торговый персонал в опции у нас была только олимпийская система, там у нас был также средний план продаж по году, спецзадачи квартальные, вернее, процент их выполнения, и дебиторская задолженность, уровень дебиторской задолженности. Мы ее с 2021 года также оставили, но добавили классическую оценку 360, также знание продукта, техники продаж, 1С, МОБИЭС и структуры. Это то, что стало уже с 2021 года. Что мы изменили у руководителей? В общем, что было до 2021 года, вы видите на презентации, что стало? Стала у нас также оценка 360 градусов, дальше мы внедрили ассессмент. Изначально первый ассессмент, мы на первый ассессмент пригласили внешнего эксперта, чтобы он показал, как проводится, научил нас проводить этот ассессмент. И далее мы уже проводим его сами. Мы внедрили также тест Adizis. Данный метод, мы смотрели разные методы, обсуждали с руководителями и решили, что мы останемся на тестировании по Adizis, по его методологии, потому что, в общем, у нас есть обучение, которое мы проходили руководящим составом. И данный метод нам помогает выявлять слабые и сильные стороны, тип личности, так скажем, определить уровень гибкости, склонность, например, к риску, стиль взаимодействия с подчиненными, все это для анализа нам очень нужно и важно. Дальше мы внедрили тест на Digital навыки. Что мы там тестируем? Это работа с графиками, с таблицами, выявление важной информации среди огромного количества цифр. Второе – это сложные проценты, работа с сложными процентами, и доли, части, коэффициенты и так далее. Далее – тестирование на знания офисных программ Word, Excel, Outlook и так далее. Процент выполнения стратегических задач. Здесь мы уже привлекали главного управляющего директора, где мы, например, топ-менеджером устанавливали стратегические задачи на год и смотрели процент их выполнения, плюс-минус три задачи на год. И тестирование на знания структуры. Далее. Для проведения комплексной оценки нам понадобился модуль iSpring 360. Ранее мы проводили все в бумажном изначально формате, но как только такой модуль появился на iSpring, а эта платформа у нас в компании служит основной платформой для дистанционного обучения сотрудников, мы, собственно, ей воспользовались, плюс мы привлекли сайты Chartist 64.ru для тестирования по Дизису. У нас был внешний оценщик, эксперт по асессменту. И, в общем, в первый год изменения, собственно, нашей оценки обошелся нам в 165 тысяч рублей. Так, это пример. Я вам показываю, как выглядел отчет 360 до его автоматизации. Вносили мы данные вручную, в Excel. Это стоило нам около двух недель ручного труда, поэтому, собственно, мы и хотели это автоматизировать. И обратите внимание, тут небольшое количество компетенций, потому что расширять их и вносить их вручную было совсем уже по времени очень долго, поэтому было небольшое количество. Так уже стал выглядеть у нас результат оценки 360 градусов, когда мы уже перешли в этот модуль. Обратите внимание, что какое большое количество компетенций. Там есть еще подкомпетенции. Сейчас покажу. То есть эта диаграмма показывает основные компетенции, которые мы определили. И каждую компетенцию можно было развернуть под компетенцию. То есть мы здесь что? Определяем требуемый опыт. Это для примера показано черным пунктиром. И дальше уже по 360 классическая оценка. И так можно было анализировать как группу, так и подгруппу. Что мы... Изначально мы определили важные компетенции для нашего бизнеса, включили в оценку 360 градусов, а в ассессменте некоторые компетенции мы продублировали, чтобы как раз посмотреть истинность этих результатов. Мы поняли, что результаты у нас одинаковые. И, в общем, собственно, это истинность этих результатов показала нам уровень развития компетенции у руководителей. Так выглядит отчет, где мы можем увидеть сравнение результатов среди сотрудников. Я надеюсь, что скрин вам виден, он мелкий, но тем не менее. Здесь у нас есть требуемый опыт, который мы устанавливаем. Установили мы специально не пятибалльную шкалу, как в школе. Максимальный балл 4 от 1. И здесь мы видим средний балл по руководителям. Красным нам подсвечивается низкий результат. И если это 4, он подсвечивается зеленым цветом. Так, собственно, вот так мы и оцифровали эти результаты. Ну, по Адизису я вам сказала, что эту методику, почему мы выбрали... В общем, вот так вот развернуто это выглядит для оценки. И сайт HR 364 мы использовали для этого метода, для оценки этих методов. Еще один из этапов, что мы... Где мы подправили, исправили, систематизировали, структурировали это тестирование по продукту. Раньше это был... Слева вы увидите 21 год. Это был такой винегрет из тестов. И в результате правый столбец уже можно посмотреть, что все систематизировано, структурировано по направлениям, по отделам. И понятно, видно, что нужно... Какое направление, что в рамках оценочных мероприятий проходит. Так, вот пример отчета и рейтинг. Так скажем, 2 в 1 по торговому персоналу по линейному. Здесь вы видите, что желтые столбцы это 360, синий продукт, 1С, техника продаж. И здесь приведены сотрудники. Мы сразу можем провести сравнение между ними. Это пример отчета в опте, в оптовом направлении. По итогам всех оценочных мероприятий мы обязательно со всеми категориями персонала проводим итоговую встречу, итоговое собеседование. И есть такие бланки, где можно увидеть результаты. Обратите внимание, что статистику мы ведем с 21 года, и мы можем увидеть динамику и зоны развития специалиста. В каком, где он растет, где у нас отрицательная динамика, чтобы вовремя поддержать сотрудника и исправить ситуацию. И справа в скрин. Это мы обсуждаем обязательно профессиональные достижения каждого сотрудника, даже линейного, ставим ему профессиональные цели и обязательно фиксируем пожелания сотрудника. И какое-то количество, когда мы анализируем все пожелания сотрудников нашей компании, мы выводим наиболее часто встречающиеся и их реализуем. Так, сейчас на экране вы видите это комплексная оценка руководителей, которая была приведена в 21 году, первый раз, которая показала нам вот, собственно, следующие результаты. Нам удалось выявить, какие компетенции у нас более развиты и какие компетенции, наоборот, у нас проседают, чтобы мы могли сформировать не только индивидуальные планы развития, но и в общем систему обучения руководящего состава на год. Также мы распределили руководителей по уровням, где высокий результат, средний результат, низкий результат. Из высокого результата некоторые сотрудники у нас ротировались, мы их повысили, на должность выше, некоторые перешли с повышением в другие подразделения, со средним результатом мы смотрели, по каким компетенциям мы можем их подтянуть, эту категорию персонала, и низкий результат. У нас были в том числе кадровые решения, с некоторыми сотрудниками мы простились, и эти вакансии уже попали дальше в подбор. Это, собственно, итоги по... Это одна, еще одна из инноваций на компании, это как раз матрица развития потенциала, L9 Box, как кому удобно. О ней много информации в интернете, это можно изучить, но если кратко, то по горизонтали, да, нижняя шкала, это профессиональная эффективность, в нашем случае это решение стратегических задач, мы оценивали их. По вертикали это результаты по управленческим компетенциям. И мы уже здесь увидели, в какой зоне у нас находится какой сотрудник. И сейчас покажу, что в результате у нас появилось после того, как мы внедрили обучение уже по результатам вот этих итогов после анализа, и покажу, в какие уже секторы у нас перешли сотрудники. А, и, да, еще такой момент. Здесь тоже были приняты управленческие компетенции. Некоторые сотрудники из сектора лидеры, они также пошли на повышение. Это здесь кратко привело пример, что у нас по итогам оценки персонала была обязательная программа для всего коллектива, где это как раз, где мы увидели, какие компетенции у нас проседают, и программа точечного обучения. Это конкретно по тому же 9 бокс по общему рейтингу, какие курсы мы назначали руководителям уже индивидуально. Вот. Ну, здесь не буду останавливаться, это рост оцениваемых нашей компанией. Здесь динамика роста результатов оценки персонала по торговому персоналу, это рост среднего результата по нашим направлениям. И здесь вот, собственно, результат. Давайте вот так лучше. Что мы здесь увидели, когда сравнили с 2021 годом? Высоко рискованные активы у нас 7% сотрудников снизились до 2%, зона особого внимания с 9% до 2%. Мы видим, что зона лидеров, она выросла незначительно на 1%, но зато у нас выросла зона функциональных экспертов с 15% до 45%. Вот. Ну, и, собственно, можно посмотреть и потенциальные лидеры. Везде у нас такая положительная динамика. Сейчас один момент. Я слежу, чтобы успела уложиться в 20 минут. Так. Здесь вы видите зеленым выделены как раз результаты 2023 года, что они по данным компетенциям, которые изначально мы снимали результат, как они у нас выросли. И дальше я обещала показать карьерную лестницу в розничном направлении. Продавцы теперь поняли, что нет потолка, что можно расти, быть и продавцом, и наставником. Есть возможность стать старшим продавцом. Такие случаи у нас нередки. Есть сотрудники, которые стали руководителем коммерческой деятельности. Это еще одно из наших направлений, где есть категории продавцов, консультантов нашей собственной розницы, что можно стать и продавцом профи, и даже руководитель у нас в нашем направлении, он тоже выходит из нашей собственной розницы. И, коллеги, я завершаю. Чуть-чуть выбилась из тайминга. Мы следующим этапом, когда мы все это внедрили, мы задались вопросом, а можно ли посчитать возврат инвестиций в оценку персонала, именно торгово. И нашли формулу, по которой можно это сделать. Вы видите формулу, видите пояснение каждой буквы, каждой цифры. Собственно, что мы получили, какой результат. Мы посмотрели 21 год, 23 год, и понимаем, что у нас снизились затраты на наймы, обучение персонала за счет как раз снижения текущести при внедрении вот этой лестницы карьеры и оценочных мероприятий на 20,5%. Вот такой результат мы получили. Были даже сами приятно удивлены. И экономия на затратах у нас составила около 17,5 миллионов. Как мы это рассчитали? Это бюджет на рекрутинг, сколько мы сэкономили с учетом внутренних ротаций. То же самое сравнение с рынком труда. И экономия, естественно, на затратах на обучение стажеров, снижение текучести кадров вышла у нас вот, собственно, в такую сумму. Вот у меня... Ой, извините. Моя презентация все. Продолжение следует...